Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на вебинаре компании Axelot. Тема сегодняшнего вебинара 1SVMS управление двором функциональной возможности. Сейчас проверим звук. Напоминаю, что в конце вебинара вы можете задать интересующие вас вопросы, написав их в специальном окне панели управления. Также материалы данного вебинара вы можете найти на нашей страничке в YouTube или на сайте www.axelotrf. Сейчас проверим звук. Если вам нас слышно, нажмите, пожалуйста, на значок поднятой руки в панели управления. Как мы видим, почти у всех собравшихся со звуком все в порядке. Если у вас все-таки есть проблемы, попробуйте решить проблему в настройках своего компьютера или отключиться и опять подключиться к вебинару. Мы начинаем. Ведущими вебинара выступает менеджер по работе с клиентами Конколы Вазарета и руководитель департамента развития логистических решений Чувардаева Мария. Вкратце хотелось бы рассказать о нашей компании. Компания Axelot существует на IT-рынке с 1998 года. Наша основная компетенция – это внедрение решений по автоматизации различных разрезов деятельности компании. За годы существования мы успели реализовать более тысячи проектов по автоматизации в различных городах России и странах СНГ. Наши офисы расположены также в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Киров, Иркутск, Тверь, Ижевск, Брест в Белоруссии. И наши представительства расположены в городе Алматы, в Казахстане. Штат компании на сегодняшний день насчитывает более 300 сотрудников. Также мы предоставляем полный спектр услуг в области автоматизации бизнеса. Мы предоставляем услуги в области IT-консалтинга, реализовываем проекты по проектированию и оптимизации высоконагруженных систем. Также на базе программного обеспечения 1С мы занимаемся оптимизацией и автоматизацией всех бизнес-процессов. Но мы не ограничиваемся только автоматизацией и оптимизацией. Мы делаем комплексные проекты, подбираем и поставляем под ключ все необходимое оборудование в рамках проекта. По завершению проекта мы предоставляем услуги по сопровождению и поддержке систем на базе 1С предприятия. Также на следующем слайде хотелось бы выделить три наших основных направления. Первое – это логистическое направление, в котором хотелось бы выделить автоматизацию бизнес-процессов на базе нашего решения 1С ВМС «Логистика управления складом». Но в то же время мы и не забываем про другие направления бизнеса нашего заказчика, автоматизация которых приводит к существенным улучшениям бизнеса заказчика. Для этих целей у нас выделено корпоративное отдельное направление. Также есть интеграционное решение – это наша сервисная шина данных. Тем самым наш комплексный подход позволяет заказчику решить основные задачи по автоматизации своего бизнеса. Далее хотела бы передать слово моей коллеге Чвардаевой Марии. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Чвардаева Мария. Сегодняшний вебинар будет посвящен подсистеме управления двором. Подсистема управления двором является частью функциональности 1С ВМС 4-й редакции и предназначена для управления движением транспортных средств на складской территории. Функционал подсистемы обеспечивает ряд функциональностей, о которых сегодня хотелось бы поговорить. Во-первых, это ввод и хранение данных о транспортных средствах, которые могут въезжать на территорию склада. Во-вторых, это задание мест стоянки, погрузки и разгрузки транспортных средств для того, чтобы организовать в дальнейшем их движение по складской территории. Также это оформление и печать пропусков для въезда на территорию склада. И формирование заданий на перемещение транспортного средства по складской территории. По сути, управление двором – это управление движением транспортных средств на складской территории. Это постановка транспортного средства на стоянку, подача к воротам для целей погрузки и разгрузки с учетом даты прибытия или убытия транспортного средства. Это управление перемещением между складами, расположенными на одной складской территории. То есть, когда у нас речь идет о разрозненных ангарах либо разрозненных складских зданиях на одной территории, и нам необходимо организовать перевозку товара между этими складами. Блок или подсистема управления двором также позволяет проанализировать расписание работы ворот, а также проанализировать временные показатели выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Об этом мы сегодня более подробно поговорим. Для начала общие настройки системы. Функционал подсистемы управления двором включается при установке соответствующей опции в общих настройках системы. На данном слайде представлен скриншот из системы 1С ВМС логистика управления складом в части общих настроек подсистемы управления двором. Соответственно, при включении данного слага в системе активируется функционал данной подсистемы. На данном слайде мы можем увидеть ряд общих настроек, которые требуются к установке. Первая опция, о которой хотелось бы рассказать, это включение необходимости выписки пропуска. Здесь она расположена для объезжающего на территорию склада транспортного средства. При установке опции в системе становится доступна возможность формирования печати пропуска на транспортное средство. То есть, становится доступным формирование ряд документов и функций в системе. Если мы имеем дело с межскорскими перевозками, то есть перевозками между разными складами, расположенными на одной территории, необходимо включить опцию «Используются транзитные перевозки между зонами на транспортном средстве». Где зона – это фактически отдельный склад. Здесь важно понимать, что речь идет не о движении между разными городами и, соответственно, разными складами, расположенные в разных городах, а только между складами на одной территории. На уровне общих настроек мы также можем определить минимальное время погрузки и разгрузки для автоматического планирования работы ворот. А также мы можем определить значение даты приемки и значение даты отгрузки. Что здесь имеется в виду? В каждом документе, инициирующий план приемки или план отгрузки, а именно в системе – это ожидаемая приемка и заказ на отгрузку, либо рейс, есть соответствующие даты приемки и отгрузки. В них может быть указана дата с точностью до времени, а может быть просто дата. Например, если у нас реализована интеграция с системой корпоративного учета, то, скорее всего, будет информация о просто дате. А если у нас есть интеграция с системой управления перевозками или системой класса ТМС, то, скорее всего, мы можем получить информацию с детализацией до времени. Соответственно, если указана просто дата, тогда мы можем планировать постановку транспортного средства под данную ожидаемую приемку или заказ в любое время в течение указанной даты. А если уже указано конкретное время, например, в случае синхронизации системой ТМС, тогда необходимо определить, является ли эта дата временем прибытия или временем отбытия транспортного средства со склада. Следующая группа настроек предназначена для автоматического формирования заданий транспортного средства. О заданиям транспортного средства мы чуть позже поговорим. По сути, это некий документ сочной системы, который предназначен для регистрации движения транспортного средства по складской территории. То есть все движения перемещения транспортных средств оформляются с помощью документа задания транспортного средства. Соответственно, эти задания могут формироваться либо вручную диспетчером двора, либо автоматически, согласно заданным настройкам. В общих настройках мы можем задать следующие настройки. То есть настройка, во-первых, которая позволит нам разрешить приемку и отгрузку в разных зонах. Здесь речь идет о варианте транзитных перемещения между несколькими складами. Когда транспортное средство при въезде на территорию необходимо объехать или заехать на несколько складов, которые в системе, опять же, напоминаю, являются зонами, и забрать товар с этих складов. В этом случае система сразу будет формировать несколько заданий транспортному средству для организации подобных перемещений. Мы также можем планировать время погрузки-разгрузки по накопленной статистике, период сбора которой также указывается в общих настройках системы. В данном случае в нижней части настроек. А также мы можем указать параметр расчета для планирования времени погрузки-разгрузки. Это может быть количество строк, объем или вес товара. Но об этом тоже мы чуть позже к этому вернемся, когда будем рассказывать и говорить о алгоритмах автоматического формирования и автоматического планирования времени ворот. Для настройки работы блока управления двором необходимо выполнить, во-первых, необходимо выполнить настройку нескольких справочников. Это первое, завести модели транспортных средств, завести сами транспортные средства, а также указать перечень стояночных мест и ворот погрузки-разгрузки. Введение списка моделей транспортных средств. В модели транспортных средств заполняются весогабаритные характеристики, а также картинка, отображение данной модели в рабочем месте диспетчера двора. То есть мы можем с помощью вот таких обозначений выделить ту или иную модель транспортного средства для удобной визуализации диспетчером модели. В самом справочнике транспортных средств задаются такие характеристики самого транспортного средства, как его госномер, грузоподъемность, объем, количество вмещаемых мест, водитель. В данном слайде представлен скриншот из данного справочника, справочника транспортные средства. То есть это начальное заполнение данных, которые требуются для работы под системой управления двором. Эти данные или эта информация, она может быть загружена в 1СВМС из системы ТМС, то есть из системы управления перевозками, в случае, если мы ведем учет наших перевозок в данной системе. Следующим шагом является задание мест погрузки и разгрузки и стоянки транспортных средств. Данная настройка производится на уровне справочника ячейки двора. Здесь мы можем задать тип ячейки двора, это либо ворота, либо стоянка, расписание ворот для автоматического распределения транспортных средств, то есть время, когда эти ворота могут быть доступны. Доступны операции, которые возможно выполнять на данных воротах. То есть если, например, у нас есть ворота, на которых выполняется только погрузка, мы можем установить соответствующий флаг в настройках или только разгрузка, либо выполняются транзитные перемещения, то есть в зависимости от потребности мы устанавливаем соответствующие флаги. Также для мест стоянки и ворон задается модель транспортных средств, которые могут быть поставлены на ожидание или погрузку-разгрузку. Для задания модели необходимо заполнить табличную часть, доступные модели транспортных средств. Например, если на складе разделены потоки на погрузку-разгрузку крупного и малотоннажного транспорта. Если погрузка и разгрузка и транзитные перемещения, транзитные операции доступны для всех моделей транспортных средств, необходимо установить соответствующий признак «Доступны все ТС». В этом случае никаких ограничений при выполнении и планировании ворот для погрузки-разгрузки не будет. Хотелось бы несколько слов рассказать про функции транзитных перемещений, реализованных в блоке управления двором 1С ВМС. В принципе, если окунуться в экскурс, в системе возможно ввести учет нескольких складов на одной территории и организовывать перемещения между ними. В этом случае склад, отдельный склад является в структуре справочника зон отдельной зоной, соответственно, с определенным набором ячеек. И в первую очередь необходимо задать взаимодействие транзитных зон относительно друг друга, которые будут рассматриваться в системе как отдельные склады. В транзитных зонах должен быть установлен признак «Требуется транспортное средство для перевозки и плановое время перевозки». В самом же транспортном средстве также есть определенный признак транзитной перевозки. Он должен быть установлен для выполнения такого рода перевозок. То есть если у нас, например, на складе выделено отдельное транспортное средство, которое только и возит товар между складами, то мы его можем отдельно вынести из списка всех транспортных средств, обозначить его определенным флагом. В этом случае это транспортное средство сможет быть доступно только для перевозки между складами. Но это не отменяет то, что все прочие транспортные средства также могут участвовать в транзитных перемещениях. Для них должен быть установлен соответствующий флаг. Задание транспортному средству. О чем я говорила несколько слайдов ранее. Это основная сущность системы для передвижения транспортных средств по приспадской территории. Задание транспортному средству. Данное задание может формироваться в системе автоматически по следующим видам событий. Во-первых, это запись ожидаемой приемки. То есть при записи ожидаемой приемки мы можем автоматически создать задание транспортному средству для фиксации въезда его на территорию склада и выполнения разгрузочных работ. Следующим событием, которым мы можем быть инициатором создания задания транспортному средству, это запись заказа на отгрузку либо рейса для, соответственно, фиксации въезда, выезда, прошу прощения, транспортного средства со склада. То есть запись ожидаемой приемки это фиксация въезда, запись заказа или рейса для фиксации выезда. Также событием для создания задания транспортному средству может являться запись задач на перемещение, когда у нас идет речь о транзитных перемещениях. То есть для фиксации задач на транзитные перемещения между складами на одной территории нам необходимо активировать события при записи задач на перемещение. В документе задания транспортному средству указывается список задач непосредственно транспортному средству и список зон, в которых требуется работа по погрузке и разгрузке. Задачи в документе сортируются согласно порядку, наследуемому для соответствующих задач. Например, в случае транзитных перемещений сначала нужно выполнить погрузку на одной точке, после чего разгрузку на последующей. В этом случае порядок у задачи на погрузку будет выше. Если обратиться опять же к нашему слайду, порядок загрузки указывается в данной табличной части. Система автоматически проставляет сортировку задач согласно невыполняемой цепочке событий. Ворота для погрузки и разгрузки могут в системе назначаться вручную или автоматически, согласно накопленной в системе статистики. Для ручного планирования ворот предусмотрен вот такой интерфейс. В нем представлены вороты и график работ данных ворот, а также перечень активных задач транспортному средству. Здесь мы видим список ворот и временные шкалы. Например, если рассмотреть пример, у нас ворота А1 работает с 8 утра до 21 вечера, а ворота А1 работают с 9 утра, то есть они доступны для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в этот промежуток времени. Соответственно, в правой части экрана отображается список активных задач транспортному средству на выбранную дату в настройках, дату планирования. При перемещении заданий поворотом система контролирует дату и время погрузки-разгрузки. Зеленым цветом в данном интерфейсе по умолчанию отображаются задачи на разгрузку, красным на погрузку. Задачи, которые уже находятся в процессе исполнения, выделяются в данном интерфейсе черной рамкой. Все цветовая идентификация, она является настраиваемой. Также может быть настроен сам внешний вид данного интерфейса. То есть, например, мы можем поменять местами шкалы, здесь вывести время, а здесь ворота погрузки. Стандартный механизм платформы 1С – это все настраивается. В том числе и цветовое отображение. С помощью данного интерфейса диспетчер, который занимается планированием ворот, может, соответственно, перекидывать задания в зависимости от возможности ворот. В системе также предусмотрен алгоритм автоматического планирования ворот погрузки-разгрузки для входящих, исходящих в склад или со склада транспортных средств. Планирование ворот для выполнения погрузочно-разгрузочных работ осуществляется с помощью регламентного задания «Спланировать работу ворот». И в результате успешного планирования в строке задания транспортного средства записывается значение плановых ворот, а статус самого документа или самой строки изменяется на «Спланированное». В случае отказа при планировании, например, в указанном документе основания «Время работ» все ворота заняты, или в документе основания указано неактуальное время. Строка получает значение «Неудачное планирование». Параметры расчета временных диапазонов планирования следующие – это по количеству строк, массе и объему, о чем мы говорили в самом начале, когда рассматривали общие настройки системы. Для фиксации въезда-выезда транспортного средства предусмотрено рабочее место пост охраны. В системе предусмотрен набор настроек для данного рабочего места, которые представлены на данном слайде. В настройках можно указать, требуется ли печать пропуска из данного рабочего места. Также на уровне настроек можно запретить въезд транспортного средства на территорию раннего планового времени. То есть при попытке фиксации въезда или печати пропуска, системам будет выдавать предупреждающее сообщение, что время еще не настигло. То есть при установке соответствующего флага в настройках рабочего места поста охраны. Для оформления пропусков на въезд транспортного средства на склад предусмотрен документ «Пропуск». В системе предусмотрено введение видов пропусков – это разовый на въезд транспортного средства или постоянный, действующий на определенный период. Пропуск может быть сформирован и в рабочем месте поста охраны, о котором в дальнейшем пойдет речь, и в рабочем месте диспетчера двората, о котором тоже расскажу чуть позднее. В самом документе «Пропуск» мы можем просмотреть историю и состояние транспортного средства в данной табличной части. На данном слайде как раз-таки мы видим в табличной части документа, что транспортное средство определенной модели находилось на территории склада в указанный период. То есть дата, состояние на территории и ссылка на задание транспортному средству, которому, собственно, был распечатан данный пропуск. Также в системе возможна печать пропуска для передачи водителю. То есть некая печатная форма, которая представлена на данном слайде. В печатной форме есть отметка периода действия пропуска и поля для отметок о въезде и выезде. Также присутствует штрих-код для дальнейшей фиксации задания на выезд транспортного средства с территории склада. Этот штрих-код в дальнейшем будет использоваться в рабочем месте поста охраны, о котором я расскажу чуть позднее. Рабочее место поста охраны. Для фиксации работ по въезду-выезду предусмотрено данное рабочее место. Устанавливается, как следует из названия, на посту охраны. На форме рабочего места расположены следующие элементы. Во-первых, табличная часть со списком документов задания транспортному средству, находящихся на территории складского комплекса. Кнопки фиксации въезда и выезда с территории склада. Для фиксации прибытия транспортного средства на территории необходимо выполнить следующие операции. То есть на форме данного рабочего места нажать команду «Въезд», после чего откроется форма фиксации въезда, которая представлена на данном слайде. На форме мы можем найти интересующее нас задание транспортному средству. Для поиска, вот здесь выделены параметры поиска, мы можем использовать водителя, фамилию, имя, отчество водителя или госномер транспортного средства. Дальше выбрать в данной табличной части задание транспортному средству, которое соответствует критериям нашего поиска, после чего по команде «Печать» мы можем распечатать пропуск и задание транспортному средству. Напечатанные документы необходимо подписать у ответственного сотрудника охраны и передать водителю транспортного средства. По команде «Подтвердить въезд» мы можем подтвердить при необходимости еще раз въезд транспортного средства на территорию, после чего задание транспортному средству изменит свой статус на территории. Для фиксации убытия транспортного средства со склада также используется данное рабочее место. Фиксация убытия может выполняться как при помощи сканера штрих-кодов, так и без него. С применением сканера считывания штрих-кодов мы можем отсканировать штрих-код пропуска, при этом система автоматически осуществует фиксацию выезда транспортного средства с территории и изменит статус соответствующего задания транспортного средства на «Завершено» и либо без использования сканера по команде «Выезд», расположенном в форме рабочего места поста охраны, «Подтвердить при необходимости выезд транспортного средства со склада». Следующее рабочее место, о котором хотелось бы рассказать, это рабочее место диспетчера двора. Для управления и контроля движением транспортных средств по территории склада предусмотрено данное рабочее место. Если рабочее место поста охраны, она предназначена для ограниченного функционала работников охраны, для лишь фиксации транспортного средства, его въезда на территорию и выезда, печати пропусков, то данное рабочее место, оно в себе включает управление движением транспортных средств по прискладской территории в том числе. То есть это и постановка транспортного средства на стояночные места, постановка на ворота, приемки отгрузки и контроль соответственного движения транспортных средств по территории. Несколько слов о интерфейсе. Рабочее место диспетчера двора разделено на две рабочие области. В левой части отображаются ячейки двора. Стояночные места и ворота погрузки-разгрузки. На данном слайде на картинке они разбросаны по разные стороны. Это настройка формы отображения. То есть опять же, согласно стандартным механизмам платформы, мы можем настроить выводы информации, как нам удобно. А основная форма, в которой сгруппированы активные задания транспортного средства, в данном случае расположена посередине экрана. Стрелки. Здесь мы можем увидеть на формах кнопок стрелки, которые обозначают виды работ, которые возможно производить на воротах. Красная стрелка на форме означает доступность для выполнения погрузочных работ. Зеленая стрелка на форме означает доступность для выполнения разгрузочных работ. Есть еще синяя стрелка, в данном случае на слайде мы можем видеть на данной кнопке. Она означает доступность выполнения транзитных перемещений между складами, которые расположены на одной территории. Для отражения текущего состояния погрузочно-разгрузочных работ в рабочем месте диспетчера двора задания транспортных средств подсвечиваются разным цветом. Задания, у которых дата прибытия просрочена, и транспортные средства еще не находятся на складской территории, или дата отбытия со склада меньше текущей даты, а транспортное средство еще не покинуло территорию склада, выделяется фиолетовым цветом. Задания с просроченной датой начала погрузки-разгрузки выделяются желтым. Задания, по которым погрузочно-разгрузочные работы производятся запозданием, то есть по сути дата окончания погрузки-разгрузки меньше сегодняшней даты, они выделяются красным. Если по заданиям рейсли ожидаемая приемка или заказ завершены, а транспортные средства все еще числятся на воротах, данное задание выделяется зеленым цветом. Соответственно, аналогичными оттенками подсвечиваются сами кнопки ячеек двора в рабочем месте диспетчера. Ну и соответственно, для постановки транспортного средства на какое-либо из вороты, либо стояночных мест, диспетчер необходимо методом перетаскивания указать место, либо щелкнув на команду, откроется форма выбора задания транспортного средства для назначения того или иного транспортного средства на данную стоянку, либо на данные ворота. И несколько слов об аналитических механизмах, которые предусмотрены под системой управления двором. Для анализа загрузки ворот склада предусмотрен вот такой отчет «Расписание работы ворот». С помощью данного отчета можно проанализировать временные интервалы проведения погрузочных работ и сравнить их с плавным расписанием ворот. Данный отчет может быть представлен в виде диаграммы. Здесь отображаются ворота и различным цветом выделяются работы, которым не могут вестись обилиз в заданный период по данным работам. Есть еще один отчет, который предназначен для анализа временных показателей выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Этот отчет так и называется – «Анализ погрузочно-разгрузочных работ». Здесь мы можем проанализировать следующие показатели. Плановые фактические ворота погрузки-разгрузки, время работ по плану в минутах и фактическое время работы в минутах. Время опоздания транспортного средства или задержки и процент отклонений. Этот отчет позволяет проанализировать временные показатели работы ворота. Итак, благодарим Марию за доклад. В продолжении темы автоматизации управления двором перейти к примерам практического применения. На текущий момент эта подсистема работает у многих наших клиентов. В частности, таких как ArtLogistik, AquaLife, Continental Logistik. Эти компании являются одним из лидеров в своей отрасли. Компания ArtLogistik является крупным ТПЛ-оператором. Склад компании находится в Домодедовском районе. В рамках комплексного проекта автоматизации склада был запущен функционал управления двором, который позволил свести к нулю простой автотранспорт на территории. AquaLife является одним из лидеров российского рынка безалкогольных напитков. Склад компании работает в беспрерывном режиме 24 часа 7 дней в неделю. При таком интенсивном режиме работы важно правильное равномерное распределение нагрузок на ворота, что помогает автоматически сделать систему 1С ВМС управления двором. Также в компании Continental Logistik, которая занимается строительством транспортно-логистических центров в Казахстане, компанией Axelot внедрена система управления движением всех транспортных средств на территории ТЛЦ в городе Астане. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы всегда можете позвонить нам по телефону 8495-961-2609 или прислать запрос на e-mail omsobaka-axelot.ru Еще раз напоминаем, что материалы данного вебинара вы можете найти на логистическом портале Axelot, на сайте учебного центра Axelot и на канале Axelot на YouTube. Спасибо за внимание. Всего хорошего.